Всем привет, меня зовут Нета, и в этом видео я вам хочу показать свои удачные покупки сайта Алиэкспресс. Напишите мне в комментариях, нравится ли вам вообще такого рода видео, и стоит ли мне их вообще снимать, потому что лично я люблю такие видео, и даже когда мне хочется что-то купить, но я не знаю что, я либо начинаю смотреть видео подобного рода, или захожу в группы ВКонтакте и начинаю там что-то смотреть, и когда мне что-то нравится, то я это заказываю, так что если вам интересно, обязательно оставайтесь со мной. Первое, что мне идет, это вот такая розовая бутылочка для питья, я ее использую для воды, можно туда и другие напитки также наливать. Горячие напитки я вам не советовала бы использовать, я думаю, либо она треснет, либо расплавится, что-нибудь с ней точно произойдет, для этого есть термосы, они для этого и предназначены, чтобы сохранять напиток теплым, там например чай или кофе. Она у меня идет в розовом цвете, если вам не нравится розовый цвет, вы можете взять любого другого цвета, там практически есть все основные цвета, я думаю, какую-нибудь вы бутылку точно для себя выберете. Ее удобно брать с собой как на учебу, на работу, там если вы занимаетесь спортом. Когда она у вас окажется пустой, то она достаточно легкая и не займет очень много места в сумке или в рюкзаке, я думаю, эта вещь практически каждому второму человеку точно необходима. Следующее, что я вам хотела бы показать, это вот такие кисточки для макияжа, они в таком цвете розовое золото, скорее всего, да, наверное, все-таки розовое золото. И у них розоватые были сами кисти, кончики, но они уже давно не розоватые, потому что я ими пользуюсь, не переживайте, я их как бы мою, просто они после одного раза уже как бы пачкаются, окей, да? Этот набор из 7 штук, если вы достаточно редко и нечасто пользуетесь макияжем и не сильно крастесь, то я думаю, вам этого набора будет достаточно. Конечно, у меня это не весь комплект, у меня помимо этих кистей есть еще множество других. Они синтетические, но при этом они достаточно мягкие, они очень удобны в нанесении, я практически всеми ими пользуюсь постоянно. Если вам такого количества кистей мало, бывают наборы где-то по 11 штук, 15-20 уже там сколько вам нужно и бывают они в разных расцветках, я выбрала эту расцветку, потому что она более такая универсальная, она более-менее подходит в мой интерьер, хотя я бы так не сказала, но единорожные кисти я не стала брать, вот остановилась на этих, поэтому они мне безумно нравятся, безумно мягкие, безумно удобные, так что да, вот можете к ним присмотреться и если что даже заказать. Конечно, сейчас не лето, но я бы вам хотела показать вот такие шортики, они, конечно, смотрятся как труселя, но извиняюсь. Я на себе их примерять не буду, я вот где-нибудь здесь оставлю фотографию, потому что я их покупала, в принципе, не для носки на улицу, а чтобы носить их дома. В идеале я бы хотела найти такие шорты, точно такие же, только посвободнее и с завязочкой, мне кажется, они более практичные в этом плане и более носибельные. Эти шорты заказала в размере L, хотя у меня размер где-то XS-S, хотя тоже размер это такое растяжимое понятие, потому что мне какая-то одежда в XS будет большая, а в L я могу еле-еле вылезать, так что смотрите по именно размерной сетке, по сантиметрам, там талия, бедра и все такое, думаю, вы с этим разберетесь. Помимо черного цвета, там еще есть несколько других цветов, я уже не помню, я вам ссылочку оставлю, так что если вас заинтересует, то можете перейти по этой ссылке и посмотреть. Тоже совсем не зимняя, не осенняя одежда, она все-таки достаточно летняя, это вот такие джинсовые шорты, на мой взгляд, это самые идеальные шорты, голубые, завышенные талии и не сильно облегающие. Я их заказала в размере M и они мне идеально подошли, потому что у меня талия все-таки чуть-чуть больше 60, как я в одном из своих видео говорила, поэтому именно M к мне подошла идеально, если у вас, конечно, талия меньше 60, S-ка, возможно, вам тоже будет большевата. Если какая-то одежда относительно брюк, шорт, юбок и тому подобное будет в ней больше в талии, то мне всегда на помощь приходит ремень, сейчас они очень модные, поэтому если вас это не смущает, можете носить их спокойно с ремнем. Сейчас при желании, думаю, эти шорты тоже можно надеть, и черные колготки, например, грубые ботинки, длинное пальто, я думаю, будете шикарно выглядеть, поэтому я их пока что не убираю в дальний ящик, возможно, я их сама точно так же и одену. Еще что я вам хочу показать, это тоже будет одежда, но не совсем одежда, это вот такая футболочка, наверное, футболочка в сеточку, если правильно говорить, тоже ее, скорее всего, будете носить летом, но при желании тоже, если правильно, это все скомбинировать, одеть, можно надеть и сейчас. У меня достаточно много различных топиков, маек, иногда не хочется сильно открывать плечи, поэтому я заказала с этой целью, чтобы надеть ее сверху, и тогда у вас вроде будет видно ваш там маечку-топик, но при этом у вас будет закрыта как бы основная часть тела, я думаю, это должно очень круто смотреться. В магазинах такие футболочки стоят раз в пять дороже, если не в семь и так далее, поэтому если вы что-то хотели давно такого рода, то вы тоже можете присмотреться. Последнее, что из одежды у меня идет, это уже то, что вы точно сможете носить сейчас, вот такая толстовка или свитшот, как у нас это все называют, она достаточно теплая, но под нее бы я все-таки советовала надевать какую-то майку или футболку, иначе будет не очень так приятно ее носить. Конечно, минус таких кофточек в том, что они все со временем скатываются, но в принципе любая вещь она скатывается, вот у меня этот же картиган, он скатывается, любая футболка, любые спортивные те же штаны. Для этого есть либо бритвенный станок обычно, либо специальная машинка, которая удаляет эти катышки, у меня есть и то, и другое. Когда у меня скапливается такое количество вот этого ворсика, катышков, я обычно это все убираю машинкой и потом продолжаю носить. Для свитшота цены там достаточно недорогие, я выбрала именно в такой серой расцветке. Свитшот такой в крапингу, поэтому когда там тут что-то скатывается, этого практически незаметно, и он не смотрится именно как чисто флисовая толстовка, она так не блестит, и кажется, что это какая-то хлопчатая кофточка, конечно, на самом деле нет. Поскольку толстовки серый цвет, то я думаю, что это будет идеальным решением для повседневной носки, как и на работу, так и на учебу. Следующее я хочу вам показать, я думаю, это будет интересно не только девочкам, а также мальчикам, точнее, не только мальчикам, а также девочкам, решайте уже как хотите. Это у меня такая компьютерная мышь, она в виде железного человека. Когда мне пришло время заменить мою старую компьютерную мышь, уже вышедшую из строя, у меня почему-то взгляд упал именно на нее. Она достаточно недорогая, но, наверное, я бы сказала, менее чувствительная, что ли, так что если вы какой-то там геймер или что-то в этом роде, я бы, наверное, вам ее не советовала. Самая крутая у него фишка в том, что у него светятся глазки, но если вы не хотите, чтобы они светились, и вы хотите сэкономить энергию, вы можете отключить только светящиеся глаза, но мышь при этом будет работать. Она идет в трех цветах, в красном, золотом, серебряном, по-моему, и в чисто черном матовом цвете. Она идеально, просто шикарно смотрится, я все-таки решила вот этот такой классический стандартный вариант выбрать. Возможно, в будущем я, наверное, тоже закажу еще чисто черную матовую. У меня осталось тут совсем немножко аксессуаров, и из аксессуаров у меня идет вот такой помпончик. Я его ношу достаточно продолжительное время, и он еще достаточно прилично выглядит. При слове того, что я его постоянно ношу на одной и той же сумке, он пережил несколько нападений от различных котов, которые его дербанили, грызли, и при этом шерсть из него практически не вылетела. Конечно, чуть-чуть она со временем стала вылетать, но просто коты постарались. Очень мягкий, даже кто-то сказал, возможно, это настоящий кролик. Если это настоящий кролик, с одной стороны это круто, но с другой стороны, я себя чувствую каким-то живодером, так что у меня такое мнение двоякое по поводу этого. Но он реально безумно мягкий, также он есть тоже в различных цветах, и также недорогой. Он будет отличным дополнением как и для сумки, так и для рюкзака, и для чего вы только захотите, и для чего только придумаете. Дальше у меня идут вот такие два чехла на телефон, они сделаны по Victoria's Secret в таком же цвете. Они ведут себя достаточно хорошо, но, в общем, они, как и любые силиконовые чехлы, со временем растягиваются, эти тоже не исключение. При этом хочу добавить, что они достаточно хорошо себя ведут, в плане того, что они не пачкаются и не стираются практически. Я ожидала, что розовый поведет себя гораздо хуже, но нет. Черный чуть-чуть поблек, и его надпись чуть-чуть стерлась, совсем не страшно. Поэтому очень крутые силиконовые чехлы, достаточно мягкие, удобные, и удобно их использовать в качестве подставки. Не в силиконовых чехлах, они обычно заскальзывают, когда вы хотите их чем-то подставить. Но для этого есть колечки для телефона или любые поставки. Но эти чехлы тоже удобные, главное, чтобы у вас были большие карманы в куртках, кофтах и в сумках. Также для телефона у меня есть вот такие чехлы. Предыдущие чехлы я заказывала у одного продавца, эти, соответственно, уже два у другого. Они также себя хорошо ведут, правда, они уже не силиконовые, а обычные пластмассовые. И закрывают не всю поверхность, а только частично. И также они себя достаточно хорошо ведут, потому что я думала, голубой у меня сносится за неделю, но я его носила около месяца, и он практически не запачкался. Про зеленый тоже самое. Единственное, что тут с ним из такого произошло, это я его поцарапала чем-то острым. Если в силиконовых чехлах телефон становится в три раза практически больше, то в этих он, наоборот, становится достаточно миниатюрным, достаточно маленьким, и это очень удобно. Последнее, что мне идет, это два комплекта персинга, колечек. Я выбрала в серебряном и в таком голографическом цвете. Первоначально я думала, что это манки, вот эта выпирающая часть у нее должна быть внутри, ноздри или дырочки. Потом мне объяснили, что, оказывается, он продевается через эту дырочку, и вот эта выпирающая часть, она изнутри цепляется, скажем так, за нос и не дает ей вылезти. Но я ношу ее практически наоборот, то есть она у меня не цепляется, а наоборот прячется у меня в носике немаленьком. Некоторые даже подумали, что я реально проколол нос, настолько это незаметно смотрится. Иногда я их могу носить целый день, и они мне практически могут не мешать, и я их даже не буду чувствовать. Если вы хотите попробовать, как на вас будет смотреться тот или иной пирсинг, по приколу вы тоже можете заказать или для какой-то фотосессии, фотографии. Сегодня это все мои покупки, спасибо, что досмотрели это видео до конца, я надеюсь, что вам понравилось это видео, и если так, то обязательно поставьте ему пальчики вверх, и не забывайте подписываться на мой канал. Помимо этого вы можете меня найти в других социальных сетях, они будут, как обычно, внизу в описании, и увидимся с вами скоро, пока! Субтитры сделал DimaTorzok